всем привет привет всем привет у нас сегодня такое будет я думаю не очень большое видео но очень содержательно потому что самые актуальные вопросы и понятно почему которые все всегда задают это конечно про деньги сегодня мы решили сделать такое коротенькое видео посчитать а сколько же мы тратим в месяц да 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 как бы цифры абстрактные понятно что плюс-минус но может что-то варьироваться но сейчас мы берем такие суммы прямо минимальные и которые как правило все равно будете тратить поесть поспать поесть поспать вот примерно так начнем наверное самого основного это аренда жилья но здесь давайте так давайте мы эту сумму озвучивать не будем потому что мы у нас понятно там дом на первой линии у всех запросы разные поэтому аренду жилья пропускаем уж страшно вам говорить сколько платим жкх да поэтому приступим к жкх у нас свет оплачивается отдельно с условиями договором мы в среднем за свет наматываем 10 долларов то есть эта сумма варьируется от семьи к семье запросы ноутбуки телефоны зарядки 10-20 долларов ну 20 долларов если с кондиционером но мы считаем что вот нас двое взрослых людей интернет также у нас интернет входит в стоимость аренды жилья но примерно то есть вы должны понимать если он у вас не входит это будет 30 долларов примерно от 30 долларов в зависимости от скорости количества мегабит в секунду до на 30 долларов это прямо минимум а кстати говоря свет может варьироваться жкх от региона к региону поэтому тоже это имейте ввиду и плюс если мы рассматриваем жилье у нас нету али квоты поскольку у нас дом если эта квартира смотрите может быть али квоты еще мобильная связь мобильный интернет звонки эсэмэски и так далее мы взяли один одну сим-карту себе на двоих так само мы всегда вдвоем ходим всегда вдвоем поэтому нас один телефон 10 долларов ежемесячно мы платим сколько гигабайт не помню ну ни разу не было чтобы у нас закончилось 10 гигабайт по моему питание до питания давайте посчитаем с вами так мы тратим мы сейчас стали ездить в супермаркет ходить в супермаркет раз в неделю вот раз в неделю мы закупаем все продукты соответственно на неделю то есть на 7 дней плюс иногда у нас тут ездит машина курирую курсирует по району продает фрукты овощи там ну что-то мы докупаем иногда отдельно но средний чек в супермаркете который мы оставляем на недельные продукты это 100 120 долларов да то есть здесь мы соответственно там это потом умножаем там на 4 на 5 недель сколько их там будет в месяц и вот получаем такую сумму то есть это прям вот и опять же мы причем проводили эксперимент да мы ходили иногда каждый день ну раз там в два дня покупали вот строго про драке все равно больше каждые два дня каждые два дня ходим тратишь больше потому что знаете да вот эту вот схему придешь вечно там мороженое пирожное как он фигню ненужную накупишь сдержать себя не можешь а тут хотя бы раз в неделю не можешь себя сдержать поэтому что мы говорим про эту сумму то есть сюда не входит алкоголь то есть если вы покупаете там вино какое-то там что-то покрепче то есть это вот еда эту как бы сюда входит мясо мы едим мясо мы любим мясо это мясо рыбую ну все то есть мы не придерживаемся там каких-то новом диеты безглютеновых диет безмолочных там еще единым то есть соответственно проезд на такси и на автобусы мы закладываем примерно 20 долларов в месяц объясню про что то есть например в магазин мы приходим пешком обратно полностью груженные вызываем такси там два с половиной три доллара пошли куда-то гулять туда можно дойти пешком обратно уже жара уже лень уже не хочется вызываешь либо такси либо садишься на автобус и едешь суммарно 20 долларов в месяц больше не выходит точно но это еще надо учитывать что опять же мы сейчас говорим вот сейчас у нас 22 год соли нас мы называем цены по соли носу опять же если какие-то там допустим торговые там точки ну вот вот супер макси допустим да он по всему эквадору один и тот же то цены допустим на транспорт на такси могут отличаться в горной части там вот в ту я допустим это там доллар полтора на такси вы тратите здесь по соли с половиной три а если вы поедете соответственно где-то по кита то то я думаю там от десятки наверно это мы когда ездили у нас средний чек на такси 10 долларов кафе 8 просто ориентир примерно 8-9 10 долларов одна порция севиче с креветками можно найти где-то дешевле мы не претендуем на вот именно что это вот точно цена большого обычной средней цене на побережье здесь соответственно 8 долларов одна порция умножаете на 2 это уже 16 если еще чаем воду какую-то с собой берете ну то есть двадцатка долларов примерно вот выйдет в кафе сходить там один раз в месяц куда-то вода мы также заказываем вот этот большие бутылки по 19 или 20 литров полтора доллара одна бутылка то есть мы что-то там за 10 дней две бутылки выпиваем на месте у нас две бутылки то есть на месяц выходит порядка 9 долларов да ну плюс одежда понятное дело что одежду не каждый день там тут покупаешь но все равно какие-то трусики бусики футболочки сейчас берем цены по соленосу сейчас объясню они немножечко варьируются здесь в соленосе как-то достаточно мало вообще в целом магазинов из одежды в том числе здесь соленосе это какой-то лютый китайский ширпотреб причем в принципе против китайского ширпотреб ничего не имею но он какого-то совершенно ужасного качества то есть если это синтетика то это синтетика такая что ее носить не будешь при этом заменитель кожи заменителя не тем кожи заменителя при этом ценник ну вот давайте посмотрим шорты где-то вот обычные шорты там от 11 долларов не джинсовые тканевые футболка где-то в среднем она идет от наверно 12-15 и 12-15 и выше вот ну тапочки там я не знаю какие-то а-ля кроксы или там ну не оригинальные естественно что не оригинальные да обычные вот пластиковые тапочки можно купить ну где-то начиная от 5 долларов вот все остальное соответственно если вы живете там вот в том же самом баню 7 например очень нравились сувенирные магазины то есть те же самые там какие-то пончо вот эти вот их хобочные штанишки вот хобочные штанишки я тогда помню купила за 8 долларов да ну плюс там пончо там начинаю я не знаю там от 15-16 долларов и выше соответственно там зависит от размера вот значит модели и всего вот этого вот плюс опять же как бы у нас здесь на побережье там кроме какой-нибудь там футболочки маечки купальника купальник 20 баксов здесь от 20 стоит женский ну как бы тут на побережье мы практически одежду не носим скажем так вот если вам нужны уже какие-то там ботинки куртки и кофты и штаны там это все соответственно еще плюсуйте из того что мы прямо отдельно выносим за скобки а давайте общий итог с вами подведем вот общий итог из того что мы сейчас назвали в среднем без стоимости аренды жилья то есть только вот поесть и так на такси поездить 725 долларов у нас получается то есть 725 долларов плюс аренда жилья еще которая сверху это мы прям назвали с вами самый минимум теперь если что еще сверху считать винчи плюс минус да там кинчик винчи давайте про алкашку сейчас с вами поговорим мы сейчас опять же не разговариваем там про рынки сивуху я не знаю там что-то на развес и на разлив в среднем бутылка вина испанского от 5 долларов то есть 5 долларов в супермаркете обычно это минимум можно найти что-то там за три ну я не честно говоря за качество не могу вам отвечать от 5 и выше от 5 и выше в среднем нормальная бутылка там какого-нибудь чилийского или аргентинского вина там около 10 долларов порядка крепкая также то есть это если мы берем ром местного разлива примерно 7 8 там 9 долларов да ну то есть не джек дэнис не джек дэнис да если курите здесь вообще кстати говоря местные очень редко кто курит здесь какая-то прямо антитабачная политика и сам никто этим особо не увлекается ну давайте так плюсуем к тому что уже до этого назвали если курите видели мы тут местный пошип скажем так какие-то не международные марки местный пошип стоит примерно вот мы записали 353 доллара 50 центов это ну там какие-то ноунеймы если вы хотите что-то такое чуть более известное это вот я не помню то ли винстон то ли мальборо что-то мы же из доллара 6 долларов то есть от 6 долларов это стоит причем что интересно здесь в супермаркетах то есть допустим вы придете в тот же самый супер макси или ми комиссариата здесь сигареты не продаются то есть это надо где-то искать какие-то магазинчики поменьше которые будут этим приторговывать поэтому ну соответственно там если вы курите и там сколько вы курите соответственно приплюсовывайте сюда да и как я понимаю что выбора здесь какого-то нету какого-то огромного то есть я не знаю в кита по моему мы один раз видели вот знаете как обычно идешь и в то цехах там какие-то вот да вот вот я не знаю как эти электронные сигареты называются ну айкос напишите вот прямо не видели здесь очень также что мы в эти расчеты соответственно не берем животные то есть расчет на какие-то прививки животным обработка блох клещей это тоже очень дорого если у вас есть животные это отдельная статья расходов но плюс давайте что мы так не каждый месяц покупаем но тем не менее не включали мы в эту стоимость 725 долларов это да вот как максим скала животные лекарства это какие-то бьюти вот все наши девочки дальше поймут там я не знаю накрасил ногти да там сделать прическу покрасить волосы купить косметику там еще что то потому что здесь кстати говоря уважаемые дамы напишите будет ли интересно вам сделать наш такой чисто с вами девчачий выпуск я вам расскажу сколько здесь стоит шелак сколько здесь стоит краска для волос сколько здесь стоит косметика потому что для меня действительно было откровением когда я увидела здесь есть много марок которых допустим я не видела у нас в москве но допустим какая-нибудь невея слушайте неве от 10 долларов у нас вот невея в каждом ларьке продается такой лютый ширпотреб как бы она может косметика ты неплохая но вот здесь она стоит каких-то прям безумных денег мне показалось если хотите мы с вами сделаем полностью обзор каких-нибудь магазинных цен напишите чтобы вам интересно было посмотреть я думаю такой можно сделать через чисто до девчачий наш выпуск с вами вот какие-то непредвиденные расходы если вы закладываете ну про рона расскажу да ну плюс вы сами знаете какие у вас еще дополнительные траты либо какие-то опять же надо всегда иметь деньги на непредвиденные расходы вот давеча новый год это просто вот мы промо мы попали на 100 баксов вообще на ровном месте вышли мы там новогодняя ночь отмечали в гостю начали до решили дойти до наших друзей звонить нам буквально в пол первого года в пол первого сосед горит все беда беда алерт-алерт приезжаете у вас тут значит собакой беда мы подрываемся просто 15 минут на такси мы здесь что сделал наша уважаемая песенка он от шума фейерверка когда услышал салют это при том что мы ему запихали вату в уши это закрыли все окна закрыли все щели за дело закапали его предварительно успокоительными наш значит нервный товарищ решил русском надзорнуться в окно и вышел в окна но благ дела живем и на первом этаже тут есть решетки да есть решетки тут особо не выпадешь из окна не разобьешься не вот но тем не менее мы приезжаем у нас вот такой вот слой воды на полу потому что он метался по дому он сорвал какую-то там трубу около туалета как шланг туалет который наполняет баком за ту за унитаз прятался пытался значит спрятаться за унитаз то есть он нам сорвал туалет и в итоге все кончилось тем что он как-то не выбил стекло она треснула но он как-то открыл вот эту вот створку и нас какие такие как шкаф-купе в общем открыл эту створку и пытался выброситься на улицу у нас еще решетки вот вот эти вот антивор такие вот и короче застрял в металлической решетки в общем что по факту трубу починили застрял настолько что ночью вызывали сотрудника который приехал с электропилу ее подключили срезали нам кусок и решетки достали песенку который там висел до соответственно ну и что мы имеем по факту 45 баксов ремонт дома потому что это вставить стекло это наварить обратно решетку это там починить трубу еще съездить там в хорошую ветеринарную клинику сделать песенки узи потому что он там что-то ему там пережала ребра у него там сломаны не сломаны там потом таблетки антибиотики выписали восстановительные да то есть ну вот на ровном месте 100 долларов отдай да просто вот поэтому к вопросу о том сколько надо закладывать чтобы нормально и спокойно жить здесь вот там в месяц ну вот где-то у нас так и получается вот если вот все прямо округлить но не знаю но тысячи две долларов точно я бы называла сумму как бы включая там аренду жилья вот кто сколько там на это будет закладывать это вот на семью из двух человек а если у вас там дети родственники бабушки мамы это все соответствую до плюс ведь вот что мы еще не сказали какие цены она опять же как он там подписку на нетфликс отдельную как вы понимаете все считаем вот поэтому если поставить понравилось видео ставьте лайк пишите комментарии до подписывайтесь обязательно ну и до новых встреч пока пока